Нижнекамский муниципальный район Нижнекамский муниципальный район Нижнекамцы потребляют максимальный трафик 5 гигабит в секунду Что в пересчете на каждого абонента составляет 200 килобит в секунду В Нижнекамском ЗУЭС работают 276 человек Средний возраст работников 41 год 71% связистов имеет среднее и высшее профессиональное образование Нижнекамский муниципальный район Крупнейший в России центр нефтехимической промышленности На предприятиях города производится 23% всей продукции республики И 30% экспорта За один день в городе выпускается 400 тонн каучука и 30 тысяч шин Кроме того, на территории Нижнекамска строятся и вводятся в эксплуатацию крупные заводы Только за последнюю пару лет в городе заработали комплекс нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов Танеку И завод цельнометаллокорных шин компании Татнефть В июне 2012 года компания Таиф начала производство экологически чистого дизельного топлива Евро-5 Практически все эти предприятия сотрудничают с компанией Таттелеком Общее число клиентов среди предприятий 1700 По темпам строительства Нижнекамска переезжает в Самару, Москву и Пермь Составлен генеральный план строительства до 2050 года Ежегодно в Нижнекамске сдается по 130 тысяч квадратных метров жилья В том числе и по программе социальной ипотеки Во всех новостройках города Нижнекамский ЗУЭС устанавливает оборудование И предоставляет весь комплекс телекоммуникационных услуг Еще до заселения нижнекамцы могут заключить договор на услуги компании Таттелеком В действующих и новых торговых центрах прокладывается оптика Устанавливается оборудование За полтора года в Нижнекамске и Камских полянах Была построена сеть ДРС и КТВ со стопроцентным охватом Культура Нижнекамск развивается как культурный центр В городе и в районе 110 учреждений культуры В 2002 году Нижнекамск получил титул Культурная столица Поворского федерального округа В городе и в районе проживает около 40 национальностей В Нижнекамске и районе десятки красивейших мечетей и храмов На берегу Камы расположена туристическая зона Святой Ключ На сегодняшний день практически все объекты культуры В том числе и городские библиотеки Оснащены сетью интернет, которая предоставляет компания Таттелеком Сейчас все кафе, кинотеатры и гостиницы Нижнекамска подключены к Wi-Fi Нижнекамский праздник плуга Сабантуй известен далеко за пределами республики Ежегодно его отмечают на Майдане, спортивно-развлекательном центре Ильинка Таттелеком ежегодно принимает участие в празднике Сабантуй в городах и районах республики Нижнекамский ЗУЭС не исключение Последние несколько лет благодаря техническому оснащению компании Возможна онлайн-трансляция в сети интернет Таких общественных мероприятий, как День города и Сабантуй Отметим, что Майдан, где разворачивается торжество, находится в 10 километрах от города Вип-зоны оснащены беспроводным доступом Wi-Fi Для этого положен волокно-оптический кабель на Майдан Установлено оборудование сети передачи данных Социальная сфера В 2010 году в Нижнекамске приняли программу для улучшения жизни людей с ограниченными возможностями здоровья Безбарьерный Нижнекамск Автотранспортники города первыми в республике закупили низкопольные автобусы и трамваи Практически по всему городу установлены пандусы Сейчас в городе проживают 18 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья Из них 276 инвалиды-колясочники Нижнекамский ЗУЭС принимает активное участие в проекте Безбарьерный Нижнекамск В здании ЗУЭС все оборудовано с соблюдением стандартов для инвалидов-колясочников Людей с ограниченными возможностями зрения и слуха Нижнекамцы всегда славились добрыми делами Горожане спасали не одну жизнь Добрые дела стали неотъемлемой частью жизни и компании ТАТ-Телеком И вторая по счету победа в республиканском конкурсе «Благотворитель года» заслуженное признание С 2008 года работники компании принимают участие во всероссийской акции «Даруя кровь, спасая жизнь» Ежегодно сдают кровь более 100 сотрудников компании В ТАТ-Телекоме работают почетные и даже заслуженные доноры России Славится ТАТ-Телеком и другими добрыми делами Для сельских школ каждое лето Нижнекамский ЗУЭС изготавливает спортивные площадки Сейчас в районе уже 6 подобных комплексов По инициативе генерального директора было благоустроено кладбище в селе Байданкино и в селе Нижнеафанасово В Нижнекамске 20% горожан активно занимаются спортом Работают около 200 спортивных секций и грушков Хоккейная команда «Нефтехимик» входит в список лучших команд континентальной хоккейной лиги Воспитанник Нижнекамского хоккейного клуба Наиль Якупов был выбран первым номером драфта 2012 года в Национальной хоккейной лиге Среди нижнекамцев есть чемпионы мира и Европы, призеры Олимпиады и Универсиады Силами ТАТ-Телеком были организованы трансляции хоккейных матчей КХЛ на телеканал ТНВ, который вещает далеко за пределами Татарстана Потенциальная аудитория 35 миллионов человек Нижнекамский ЗУЭС принимает участие в спартакиадах города, занимает призовые места В этом году третья школа совместно с ТАТ-Телеком провела турнир по футболу памяти Артема Павлинова Образование в Нижнекамске инновационное В школах введены электронные журналы, оценки автоматически заносятся в электронный дневник Родителям отправляются смс-сообщения В классах имеются интерактивные доски и документ-камеры Компания ТАТ-Телеком первая в республике подключила все детские сады и школы к интернету Каждое лето специалисты ЗУЭС проверяют работоспособность интернета во всех школах при необходимости восстанавливают связь 82% городских школ подключены по оптике Сельские школы подключены по технологии АДСЛ Нижнекамский ЗУЭС участвует в научных и культурно-просветительских мероприятиях города В мае сотрудники ТАТ-Телекома приняли участие в совместной научной конференции с Институтом экономики управления и права С 2010 года в Нижнекамске реализуется пилотный проект электронное здравоохранение Стоимость реализации проекта в Нижнекамске составила 50 миллионов рублей Записаться на прием к врачу можно по телефону, интернету и через информат Ежедневно этими услугами пользуются по полутора тысяч нижнекамцев Кроме того, в рамках проекта компьютеризировали рабочие места всех нижнекамских врачей Единое информационное пространство, созданное при участии ТАТ-Телеком Дает возможность врачам получать информацию в считанные минуты Нижнекамский ЗУЭС взял на аутсортинг обслуживание телефонной станции, систему платной связи, рации, радиоточки, телевидение в Нижнекамской многопрофильной больнице Ежегодно этот проект приносит компании более полутора миллионов рублей Военкомат В течение пяти лет отдел комиссариата Нижнекамска входит в число лучших по организации и проведению призыва Нижнекамский – один из лучших показателей в республике по выполнению плана Во время весенней призывной кампании 2012 года ряды вооруженных сил пополнили 250 нижнекамских новобранцев В городе проводится большая работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи В 2011 году в Нижнекамске открыли центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки «Патриот» Именно силами компании «Татселеком» там была организована телефонная связь и интернет Ориенченко Ориенченко Ориенченко